Виталий Викторович с интересом посмотрел на Калину. Сейчас, гражданин Калинин, как-то не да цацик. Как-то неправильно ты себя ведешь. Вроде человек неглупый, воровской масти, в своей среде вполне уважаемый, а ведешь себя как пацан. — С чего вы это взяли-то, гражданин начальник? — Пренебрежение свое показываешь. Держишься так, как будто бы тебе сам черт не брат. А всего же ведь ты не знаешь. — А что я должен знать, начальник, если у вас на меня ничего нет? Нынче я не при делах. — А свою напарницу хочешь увидеть? — Это кого же? — Галину Сильверстову. — Как-никак ни один месяц вместе сожительствовали. Может, даже чувства какие-то к ней были. — Мне эта встреча без надобности, и чувств у меня к Галине никаких нет. Сегодня одна баба, завтра другая, и разницы между ними особой не нахожу. Мысль о проведении очной ставки между Степаном Калининым и Галиной Сильверстовой пришла Силкунову на предыдущем допросе Калины, когда тот, развалившись на стуле, откровенно издевался над ним. С него следовало сбить спесь. Подняв трубку, майор Силкунов распорядился. — Приведите Сильверстову. Когда в кабинет привели Галину, Калина насторожился. На такой поворот событий он явно не рассчитывал. Сильверстова, увидев бывшего сожителя, неприязненно скривила лицо, и, когда ее усадили напротив, спросила с укором. — Вот скажи мне, Степа, зачем ты дал показания против меня? Что же я тебе такого дурного делала? — О чем ты, окстись? — Окстись, говоришь? — А разве не ты сказал следователю, что это я тренировалась подделывать почерк Печорского? Ведь это же ты пытался подделывать его почерк. Сколько бумаги на это потратил? Для этого и попросил меня найти в квартире Модеста какой-нибудь документ с подписью, написанной его рукой, и принести тебе. — Молчи, дура! — вскричал Калина. От прежнего благодушного настроения не осталось и следа. — Это я дура, — вознегодовало селиверство. — После того, как я поила, кормила тебя, а ты на шее у меня сидел, я стала для тебя еще и дурой? А может, я и есть дура, что любила такого паразита, как ты, а ты тогда убивец? — Ну, погоди, кошка драная! — вскипел Калина и предпринял попытку подняться со стула, но тотчас был посажен на место конвойным сержантом-милиционером, стоящим за спиной допрашиваемого. — Ты мне еще за все ответишь, кобыла ты старая! — Я кобыла старая! — выпучила глаза Селиверстова, уязвленная до глубины души. — Да ты посмотри на себя! Кобель ты облезлый, начальник! — обратилась она к Виталию Викторовичу. — Это он ту записку писал, чтобы все подумали, будто Модест сам повесился. На самом деле это он его убил, задушил той самой веревкою! Калина снова пытался вскочить и снова был остановлен стоявшим рядом конвойным милиционером, который обеими руками с силой надавил ему на плечи. — Еще раз дернешься? — предупредил сержант. — Получишь от меня от всей души. Щелкунов с осуждением посмотрел на конвойного. Впрочем, осуждал он для виду. После этого майор обратился к Галине. — Гражданка Селиверстова, расскажите снова и по порядку, как происходило убийство гражданина Печорского. — Ну, к Печорскому мы пошли вдвоем. Это Калина уговорил меня пойти к нему и просить, чтобы он меня простил. А если Модест не простит, то потребовать денег и побольше. Припугнуть его тем, что в случае отказа я напишу о нем, куда следует. И потом поглядим, что лучше — раскошелиться или иметь дело с милицией. Блюстители порядка, а ведь этих коммерсантов не очень жалуют. Калина тихонечко вошел за мной в квартиру, и когда Печорский хотел откупиться от меня, предлагая пять тысяч рублей из своего тайника, Степан вышел из коридора и потребовал отдать ему все деньги. Меня он выгнал из комнаты и позвал обратно уже тогда, когда все было кончено. — Что вы имеете в виду, говоря, что все было кончено? Задал уточняющий вопрос Виталий Викторович. — Ну, когда Калина убил Модеста, — пояснилось Ливерство. — То есть задушил его. Печорский на полу лежал и не шевелился. — Так, ясно. Что было потом? Мельком глянул на поникшего Степана Калинина Щелкунов. — А потом? И Галина Селиверство рассказала, что было потом, не забыв упомянуть о предсмертной записке, изготовленной Калиной и положенной якобы Печорским перед смертью на видное место. — Ну, что вы на это скажете, гражданин Калинин? — посмотрел на Калину Виктор Витальевич. — А то и скажу, что это она потребовала, чтобы я пошел вместе с ней. Если Печорский не отдаст все деньги, убить его и ограбить. — Жадная она баба. Из-за копейки любого задушить может. Было понятно, что Калина хочет снять с себя часть вины и как-то обелить себя. Щелкунов открыл был рот, чтобы задать ему очередной вопрос, но Виталию Викторовичу не дала говорить Галина Селиверство. Привстав со стула, она заорала, срывая голос, как бывает, кричит позарная торговка при конфликте с покупателем. — Врет! Вот ведь гад какой! — протянула она руки в сторону Щелкунова, будто бы прося у него защиты. — Он же все наговаривает! Гад! — Ничего не вру! — спокойно парировал Калина и, обращаясь к Виталию Викторовичу, сказал. — Я не думал об этом Печорском до того самого момента, когда она не позвала меня идти с ней к Модесту домой и убивать его не хотел. Так оно сложилось, начальник. — Убивать он не хотел! — воскликнула Селиверство. — А не ты ли говорил мне, что возьмем все деньги у него и потом прикончим по-умному, и все будет шито-крыто? — Не говорил я такой тарабарщины! — отмахнулся Калина. — Даже когда в квартиру его зашли, я не думал, что все так может кончиться. — Врешь! — Врешь! — снова заорала Галина. — Гражданка Селиверства, дайте ему договорить! — приструнил Галину майор. — А вы, гражданин Калинин, можете теперь изложить вашу версию того, что произошло на квартире Модеста Печорского. Я весь... Внимание! — Это будет не версия, а то, как оно было все на самом деле. Чего мне еще тут выдумывать? Когда она, то есть гражданка Селиверства, позвала меня пойти в тот дом на Грузинской улице... С ненавистью глянул на Галину Калина. Я еще не знал, что придется убивать хозяина квартиры. Она мне лишь сказала, что будет требовать у него деньги. Ну, пошли мы знать. Когда она вошла в квартиру, дверь оставила открытой, и я вошел следом за ней, незаметно для Печорского. Сам хозяин сразу прошел в комнату и меня не заметил. Пройдя вслед за Печорским в комнаты, она стала требовать у него денег, а не то сказала, напишу на тебя бумагу в органы, и тогда ты потеряешь больше. Печорский согласился дать ей пять тысяч и полез за ковер, висевший на стене. За ковром в стене находилась железная дверца с хитрым замочком. За ней была нычка, где он держал деньги. Как только Модест открыл дверцу, Галина подала мне знак. Что это был за знак? Уговора не было, какой она мне знак подаст. Она просто махнула рукой. Ну, я ее понял, перестал прятаться, вошел в комнату и накинул на хозяина квартиры найденную в коридоре веревку, чтобы тот не дергался, когда она станет чистить его кассу. Старик стал сопротивляться, пытаясь вырваться, и это у него едва не получилось. Тогда я сдавил его шею сильнее, и он вдруг как-то сразу обмяк. Я сразу понял, что все окончено. Я сразу отпустил его, и Печорский мешком брякнулся на пол. Я наклонился над ним и увидел, что он мертвый. Как видите, Галина заискивающе посмотрел на Щелкунова. Я не хотел его убивать, а просто не рассчитал свои силы. Галина тем временем, зло глянула на Селиверстову Степана, выгребла из нычки все деньги, закрыла кассу и вернула ковер на место, как будто здесь никто ничего не трогал. Продолжение следует...